Бьётся в тесной печурке огонь На поленьях смола, как слеза И поёт мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Бьётся в тесной печурке огонь На поленьях смола, как слеза И поёт мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы услышала ты Как тоскует мой голос живой Я хочу, чтобы услышала ты Как тоскует мой голос живой Бабушка, а что ты делаешь? Заходите, я вам сейчас всё расскажу Я смотрю фотографии Вашей прабабушки Знаете, какой праздник скоро? Какой? День Победы 75 лет со Дня Победы Ваша сестрёнка собрала материал Про вашу прабабушку Сейчас я вам покажу фотографию Посмотрите, вот это вот ваша прабабушка В небольшой деревне Лорис-Мелике Называевская района Омской области Родилась девочка Её назвали Феодусия Какое интересное имя Да, имя очень редкое Оно означает Богом данное И когда этой девочке Испомнилось три годика У неё умерла мама Папа женился второй раз И в семье появилось Ещё двое детей Но мачка очень хорошо Относилась к Феодосии По-доброму Феодосия закончила Три класса школы И пошла работать Чтобы помогать семье Папа умер Председателем колхоза И воспитывал в детях Трудолюбие Феодосия была одной из лучших Тружениц Равных ей не было Во всей деревне И когда ей исполнилось 19 лет В 1941 году Началась война В конце 1942 года Был очередной призыв на войну И Феодосия вместе с другими Пятью девушками из деревни Отправилась в военкомат И записалась на фронт Всех девушек отправили под Сталинград Где проходили очень тяжелые бои Феодосию взяли в войска Противовоздушной обороны Они общились всему в военных условиях Когда советские войска погнали немцев Обратно в сторону Германии Феодосия попала Сформированной в январе 1944 года В 28-й отдельный Зенитный прожекторный батальон В батальоне были Сплошь девчонки Феодосии было 20 по весне Лихая челка Над прищуром хитрым И взгляд с презрением К войне А где наша бабушка Вот посмотрите Вот ваша бабушка А что они делали? Основная задача Зенитных прожекторов Была освещать И непрерывно сопровождать Лучами самолеты противника Для обеспечения Боевых действий ночью Луч к бою Кажутся такие простые слова Но за такими простыми словами Скрыт тяжелый фронтовой труд Опасность и смерть Вот с такой вот техникой Пришлось пройти бабушке Всю войну А я знаю, что это Мне Тома рассказывала Что это? Зазвестные тупы Это четырехошный Звукоулавливатель Он может услышать двигатель Вражеского самолета И передать данные На пункт управления Далее подключался Прожектор-искатель Он находил Вражеский самолет И потом Подключались Еще два Прожектора Сопровождения И все Самолет Видели Зенитчицы И сбивали его Катюша Хорошо Рассказала А сейчас я вам буду Рассказывать дальше В составе Первого Украинского фронта Под командованием Ивана Степановича Конева Феодосия И ее 28-й Зенитно-прожекторный Батальон Прошли путь Через всю Украину В Польшу И до самого Берлина И за что Она была награждена Орденом Отечественной Войны Второй степени Посмотрите Вот такой документ Видите И вот такой Орден Самым тяжелым Воспоминаниях Был бой В украинском Городе Ровно Их батальон Не успевал Уничтожать Вражеские Самолеты Бомбы Падали И падали И много Девушек Батальона Погибли В этом же Бою Ранили Ее подружку Зинаиду Трофимову Рана Была Очень тяжелая И Зина Чуть не осталась Везняги И ее Отправили Домой А позже Когда закончилась Война Зинаида И Феодосия Встретились Зинаида Тоже родилась В Омской области Только В другом районе В Саргатском Там же Родился И будущий Муж Феодосии Алексей Калашников Герой войны Зинаида Познакомила Феодосию С Алексеем И у них Родились Двое Детей Первая Дочка Названа Была В честь Подруги Зина А второй Сын Валерий И он Стал Мужем Вашей Бабушки Лиды Вот Посмотрите Это Ваш Дедушка Валера А сейчас Я вам расскажу Еще одну Интересную Историю Связанную С Феодосией Подруги Фомпу Только сила, даже самых слабейших из нас. Что гадать, был и есть у России Вечной прочности, вечный запас.